здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья опять тема влада бахова романа краснощекова и на сегодняшний день я хотел бы на сегодняшний момент я хотел бы поговорить о таком человеке правда руби который любит любит разговаривать обмусоливать резонансные вещи это малахов вспомнил я при него почему потому что на первых порах когда про это дело только заговорили когда была еще полная то есть когда было еще полное непонимание что как куда идет то есть ну то ли с ним действительно что-то случилось то ли с ним не ну то есть он сам куда-то там ушел ну вот полная неразбериха когда еще даже я ну у я предполагал конечно что действительно он ушел не просто так там и действительно с ним что-то случилось от малахов эту тему он прямо мусоливал там что-то делал там выпуски эти один за одним были я сейчас не беру программу на самом деле потому что программа на самом деле я они даже говорить не хочу это ну это это дно это дно это самое наверно на мой взгляд если высказываю своему свое мнение это не как утверждение вот это самое худшее на на что может быть и такой вот грязи вот такой вот такого лжи я давно свою жизнь не видел вот но малахов же он всегда выступает таким вроде как бы парнем с нашего двора что он с народом что он за простых людей он всегда там как-то вот кого-то обнимет там приголубит вот и сделает лицо что вот он там понимает человека чуть ли там не в душу ему залезет ну вот такой вот он человек я сразу же говорю я считаю что малахов на мой взгляд это лучшее наверное что есть на первом канале но все-таки это не парень нашего двора и цели и задачи дорогие подписчики гости моего канала я думаю этого человека совершенно другие и вот теперь на данный момент когда уже что-то примерно вырисовывается вырисовывается то что это все глобальная подстава и то что влад бахов потерялся не просто так не просто так голова не его остальное вроде как все молодой человек влад бахов или нет и это тоже такая резонансная тема которая просто это но я не знаю что то с чем-то сейчас говорит наверное об этом об этом все кто только могут и он же любит такие вещи почему не делает на эту тему сейчас ролик просмотров будут миллионы он же он же любит такие вещи где много просмотров много непонятного там все об этом говорят почему он не делает об этом сейчас ролики не ролики а передачу на первом канале почему не делает да потому что я думаю не разрешают делать и боится он за себя потому что если он сделает то тут уже надо будет не просто вокруг да около ходить как бы там с кем-то говорить что-то еще спрашивать а возможно уже называть чьи-то фамилии фамилия назову не дни ну не фамилии назову возможно потому что я не знаю эти фамилии а возможно я назову тех людей которые занимались теми иными моментами в следующем ролике думаю это сделаю кому конкретно уже можно задавать вопросы почему он поступил так они по-другому что двигало им хотя по закону он должен был поступить и поступить именно вот так они как иначе если его никто не принуждал к этому то почему он не выполнил с качественно свою работу даже если не даже если его и к этому никто не принуждал примеру и он но и он просто выполнен качественно свою работу за это уже стоит наказывать друзья за это уже стоит наказывать и вот я считаю что малахов не делает вот эту передачу хотя он должен это сделать должен он нам всегда тренды чел что ему эта ситуация очень близко стула что очень он переживает за владика бахова где он что он за родителей он очень переживает роман краснощеков он называл вообще что это герой нашего времени что он действительно и в какой-то степени считаю что роман краснощеков на попал в такую ситуацию благодаря андрею малахова потому что он пришел на эту передачу простой русский мужик простой русский мужик ему задают какие-то вопросы вот такие вот да он не струсил он никого не никого не побоялся он ответил так как оно было как но было на самом деле потому что он смотрел на этого малахова малахов внушает доверие ему очень много у него очень большой рейтинг доверия и также думаю водолаз ему поверил он поверил малахову он подумал что если он расскажет правду что он обезопасен и ничего ему не будет он поверил в то что возможно и малахов там кто-то еще ему напевал и думаю ну или возможно он сам к этому пришел что это же на всю страну показывается но неужели могут сделать с ним что-то если это все показывается на всю страну он думал что нет нашей стране такого не возможно невозможно как показать практике видите давай до свидания скажем так хотя сейчас они тоже там сидят на таком непонятном старте они не знают что делать они вроде как и суды эти уже откладывают и тут и на 24 бедные уже назначили потому что они не знают какое решение принимать ведь тут теперь ты уже мотив понятен мотив понятен не в том что даже как они верили да он просто хайпануть захотел там на ютубе засветиться может он блогеры куда-то двинуться или еще куда-то хотя в таком возрасте уже мне кажется люди блогерами не становятся они уже состоялись в чем-то и чему-то новому учиться и думаю они не хотят да и да и незачем уже в таким в таком возрасте мне кажется куда-то там что-то идти вот и роман краснощеков он думал что она если даже что-то с ним случится тот же монах малахов за него что-то скажет там еще кто-то вот эти люди которые все сидели там же какие-то и депутаты сидели там и еще кто-то сидели рассуждали спрашивали там да расскажи как было в итоге человек рассказал и все и вы видите прекрасно что стало и в итоге никто из вот этих малаховых не делает никакие передачи не вот эти вот люди которые там сидели кто что все сидели с такими лицами сопереживающими что они переживали за владика бахова такой бедненький родители сочувствовали маме где вы ребята где вы у водолаза третий суд отменяют там же все белыми нитками тоши то все это дело хоть один выскажитесь хоть один кроме блогеров может кто-то у вас это высказать там или нет я вижу что нет малахов тоже такой беленький пушистенький вроде как бы сказал сейчас дело начало развиваться уже как-то опа и в кусты ну какой-то статус там 1 пятилетку написать она пишет что вроде как ну чтобы не упасть гореть лицом там типа все нормально там руки в кулачок жатые прикрепляет картинку что типа все нормально я слежу за ситуацией так я слежу все следят у тебя то возможностей больше зачем тогда начинал говорить про эту ситуацию вроде как бы тоже чтобы себе какие-то рейтинги поднять а потом бах и в кустики убежал сейчас надо делать уже сейчас надо делать передачу рассказать про романа краснощеку что с ним происходит он что одно дело что я говорю другое ну там или кто-то еще коча там еще кто-то говорят вот эти вот блогеры которые сейчас разговаривают хотя их стало гораздо меньше мне кажется раньше больше было бы ладно мы потому что в ютубе не все сидят не все сидят кто-то привязан к телевизору кто-то привязан телевизору и вот к этому ящику и смотрит и фанатично верит ему скажи там это другая публика другие люди пусть и те люди знают это совершенно другие люди я знаю у них даже другое суждение совсем я знаком с такими людьми которые смотрят телевизор и думают что это информация разносторонняя однобокая информация идет она откуда мы прекрасно знаем все федеральные каналы кому подконтрольны всем прекрасно известно тем кто не смотрит телевизор тем кто смотрите и они думают что да там много мнений там они там каждый свое мнение высказывает там одно мнение высказывается и вот я считаю что на данный момент отвлекся от темы как обычно ушел непонятно куда потому что ну друзья тут про эту тему можно рассказывать сутками тут столько всяких моментов столько всяких нюансов я потом пересматриваю свои ролики вижу что вроде как бы начал про фаму а потом уже вроде как проверим про кого-то виду потому что столько всего столько информации тут начнешь про одно тут другое в голову идет уже и про все вроде бы хочется рассказать сутками можно разговаривать и и не и не переговоришь и в моем понимании то что сейчас малахов как бы ушел в кусты это это неправильно это неправильно с его стороны он обязан сделать какую-то передачу там разнесись разъяснить ситуацию даже может быть не разъяснить хотя бы рассказать людям что да как происходит рассказать осветить да ты хотя бы не высказывай свое мнение понятно что те там возможно ты боишься своей работой потому что тебя с ты лишнего скажешь по этому делу тебя выкинут как собачонку оттуда это это сто процентов понятно что ты боишься там ну хочешь ты работать на первом канале да работай кто там тебя никто не осуждает ну осуждают конечно ну ладно дело не в этом но не можешь там сделать ну сделай хотя бы у себя в инстаграме где-то что-то ты упомяни этих людей то потому что роман краснощеков сейчас очень такой незавидной ситуации я думаю по роману краснощекову тоже реально сейчас додавить до того чтобы пересмотрели всю эту ситуацию но видите как если они сейчас будут пересматривать то получится что и тут подстава была и тут подстава была я таким простым языком сейчас скажу и придется тоже за ниточки эти тянуть и определять кто это все сделал да хотя тут заказчик и один исполнители только возможно разные там но возможно даже не разные вот так вот и мне кажется друзья в заключении видео хочу сказать что со стороны малахова нечестно просто сейчас сидеть и молчать потому что он один был из первых кто начал говорить и говорил я не упрекну его зато мою преку что по услышали за то что он говорит на темы на которые можно говорить и когда можно говорить а вот час когда надо сказать он ушел в кусты и сидит и боится лишнего слова сказать вот что вот какая моя претензия ты либо тогда вообще не говори либо говори до конца и всего лишь навсю вот моя какая главная мысль на этом друзья буду заканчивать всем кому видео понравилось класса ставьте на канал подписывайтесь обязательно нажимайте на колокольчик чтобы сразу узнавать о новых публикациях появившихся на канале всем пока друзья до новых встреч